Всемирный день действий за достойный труд работники профсоюзов празднуют митингом у памятника Фрунзе. Флаги, лозунги и громкоговоритель – орудие профсоюза. Задача митинга этого года иная, чем в прошлом. Раньше требовали три З – зарплаты, занятость, законность. Сейчас сначала ратуют за сохранение рабочих мест, а потом уже за улучшение условий труда для сотрудников. У нас задача одна – это зарплата, рабочие места и законность. Вот чем должны заниматься профсоюзы. Не отдыхом, не материальной помощью. Главная задача – создать условия нормальные для человека, который вступил в профсоюз. Главное требование работников здравоохранения – повышение заработной платы через увеличение базовых окладов. На сегодняшний день эта цифра для работников Ивановского здравоохранения – одна из самых низких не только в ЦФО, но и во всей стране. Повышение этой базы добиться путем переговоров пока не удается. Молодые медики получают минималку. Самые недовольные – работники скорой помощи. Они уже неделю угрожают голодовкой. Но на митинг не явились. Их коллеги в такие радикальные меры не верят. Говорят, что ситуация сложная, но не критичная. И решить ее можно, наладив диалог с властями. Принято решение президиума областного комитета о том, чтобы обратиться в правительство о повышении с 1 октября на 5,5% не заработной платы, а именно базовых окладов. Вот эта гарантия, она позволит нам остановить ту текучесть кадров, которая, к сожалению, на скорой помощи очень большая. В отраслевых профсоюзах таких в регионе около 20 состоит 90 тысяч человек. Железнодорожники, текстильщики, бюджетники. Разные люди с одной проблемой. Всем не хватает денег. Сегодня на праздник они загадывают свое желание о достойной работе и зарплате. И надеются, что власти его выполнят.